Со сменой сезона всегда приходят и новые тренды, особенно когда не просто меняется сезон, а когда мы вступаем в осень и уже не за горами Новый год, нас всегда стараются чем-то новеньким удивить. Я в последнее время очень пристально следила за всеми модными изданиями и смотрела, какие тренды повторяются, но вы знаете, проблема в том, что ни в одном источнике я не нашла расшифровку этих трендов, потому что все подается очень банально в моде смоки, в моде стрелки, в моде красные губы, и если описывать тренды вот такими большими категориями, то на самом деле отнести к трендам можно с очень большой натяжкой, потому что смоки, стрелки и красные губы это, наверное, самые главные классические макияжи. Поэтому сегодня я вам хочу рассказать о своем видении трендов и о своей интерпретации того, что нам показывают бренды в своих новых релизах, того, что мы видим на самых модных и стильных людях нашего мира, и я думаю, что вооружившись этой информацией, вы точно сможете выглядеть стильно в этом новом сезоне. Но перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать, нажав кнопку подписаться вот там вот внизу, также нажимайте рядом колокольчик, тогда YouTube сразу будет вас предупреждать, как только выйдет мое новое видео, и вы меня не потеряете среди своих подписок. Поэтому обязательно это сделайте, и давайте приступать. Самое большое изменение в трендах, которое я подметила, это то, что начали появляться уже холодные оттенки. Теплые оттенки были настолько доминирующими за последние пару лет, что мне кажется, рынок уже просто перенасытился ими, и сейчас я смотрю, что сплошь и рядом бренды начинают выпускать те же палетки теней уже с холодными оттенками. Главные модные оттенки теней это розовый, фиолетовый и серебряный. Они очень часто сейчас повторяются в новых релизах. Если раньше действительно мы видели только теплые оттенки, рыжие, кирпичные, терракотовые, песочные, золотистые, то сейчас я не могу сказать, что я встречаю какие-то прям совсем холодные палетки теней, там где только исключительно холодные тени. Нет, все равно в тех релизах, которые я вижу, я вижу тоже и теплые оттенки, но в них уже появляются местами кое-где какие-то более холодные оттенки. То есть все происходит очень постепенно, не так, что резко мы забыли одно и перешли к другому. То есть сейчас я вижу медленную такую трансформацию в сторону более холодных оттенков. И хороший тому пример это палетка от Анастасии Борли Хиллс Норвина. Она, наверное, один из самых ярких примеров трендового макияжа 2018-2019. Если вы хотите какую-то качественную палетку теней, то это, скорее всего, будет отличным выбором для вас. Если же вы хотите немножко сэкономить денег, то обратите внимание на Makeup Revolution. Например, такая палетка, как Dragon's Heart, очень похожа на палетку Норвина, но в то же время стоит гораздо дешевле. Также у Colourpop я сейчас наблюдаю, что выходят более холодные оттенки, вернее, теплые оттенки с примесью холодных тонов. Поэтому, если вы не хотите пока сильно погружаться в этот тренд, но хотите немножко его испробовать, то можете обратить внимание именно на эти бренды, потому что стоят они недорого, но в то же время качество у них не отнять. А что касается формы макияжа, будь то стрелка или smokey eyes, или любой другой макияж, который бы вы не сделали, все, в принципе, будет актуально. Здесь нет каких-то ультрамодных форм макияжа или ультрамодных каких-то тенденций. То есть, главное, придерживайтесь более холодной гаммы, комбинируйте холодные оттенки с теплыми. И это как раз-таки то, что сейчас на пике популярности. Брови тоже немножко подверглись изменениям. Слава богу, в прошлом году мы уже забыли о инстаграмных бровях. Брови начали становиться более естественными и натуральными. И если в прошлом сезоне больше были в моде именно пышные юные брови или более ухоженные брови, но все равно они были симметричными, то сейчас я все больше и больше наблюдаю тенденцию к тому, чтобы брови не выравнивать, то есть не стараться сделать из них близнецов. А когда вы идете к бровисту, естественно, бровист в первую очередь старается сделать брови симметричными, а у людей они редко бывают симметричными. На самом деле брови всегда, знаете, даже есть пословица, пускай они будут сестрами, а не близнецами. Вот сейчас как раз-таки этот тренд и процветает, когда брови остаются асимметричными и такими, какие они, собственно, есть. Если у вас одна бровь, к примеру, немножко выше или она немножко более лохматая, все, отставляем ножницы и пинцеты подальше, потому что сейчас это, наоборот, подчеркивается. То есть все равно мы ухаживаем за нашими бровями, мы общую форму выдерживаем все равно бровей, и никуда это не девается, то есть это не значит, что мы сейчас забываем об уходе за бровями, нет. Но в то же время мы сейчас не пытаемся сидеть с линейкой и полностью выравнивать все линии, чтобы полную симметрию соблюсти. Что касается макияжа лица, то здесь каких-то сильных изменений я не увидела. Все равно остается сияющая кожа, кожа с эффектом увлажненности, как после такого очень хорошего ухода или как после выхода от косметолога. Использование хайлайтера до сих пор актуально, но мне почему-то кажется, вот я сейчас попробую быть нострадамусом, что очень скоро в моду начнет входить матовое лицо, вполне возможно, что мы это увидим весной. Почему я так думаю? Потому что тренды в основном кардинально начинают меняться, когда рынок уже перенасыщен какими-то продуктами. Сейчас хайлайтеров настолько много, что мне кажется, уже абсолютно все имеют в своей коллекции не то что один, не то что два, а наверное с десяток разных хайлайтеров. И сейчас уже просто производители не знают, чем нас удивлять в плане хайлайтеров, поэтому скорее всего, почему-то мне так кажется, что тренды начнут меняться. Либо хайлайтеры тоже подвергнутся изменениям, возможно это станет трендом. И последний тренд, который я вижу на красных дорожках и в модных изданиях, это красные губы. На самом деле красные губы это совершенно никакой не тренд, если вот его описать вот просто вот так вот банально. Красные губы, потому что это, как я уже сказала, это классический макияж, и красные губы были актуальны всегда, от начала, когда появилась косметика и до нынешнего времени. И если вы делаете вечерний макияж с красными губами, то это совершенно никакой не тренд. Но что лично я считаю трендом, который развился из этой классики, это красная помада в тон. И если раньше это вроде бы как считалось дурным тоном подбирать макияж под одежду, то сейчас я как раз таки очень ярко вижу этот повторяющийся тренд. Что я собственно имею ввиду? Можно пойти по экстремальному пути, и например, если у вас есть монотонное красное платье какого-то определенного оттенка, то ваша задача подобрать помаду, которая будет идеально повторять этот оттенок. Но еще более интересно, когда это не настолько навязчиво. Допустим, у вас красный цвет проглядывается где-то в вашем наряде, но не является главенствующим. Например, у вас полностью черный наряд и красные туфли, например. Или, к примеру, черное платье с каким-то ярким красным цветком, ну допустим. Или, например, сегодня я демонстрирую этот тренд тоже очень хорошо, хотя вы его практически не видите. У меня топ в полосочку, и в этом топе присутствует такая ярко-оранжевая полоска, под которую я подобрала сегодня свою помаду. И вот как раз вот такие вот небольшие акценты очень красиво выглядят. И на мой взгляд, это выглядит еще более интересно, потому что, хотя основной, в принципе, мотив у меня здесь это такой зеленый, хаки, телесный какой-то оттенок. То есть вот этот оранжевый, это не первое, что мы видим, когда мы смотрим на мой топ. Но в то же время, когда смотришь, и помада перекликается с каким-то вот таким вот небольшим элементом, ты это как-то даже подсознательно замечаешь, и сразу видно, что это было сделано намеренно. Обязательно напишите мне в комментариях, что вас заинтересовало больше всего, и что бы вы хотели на себя примерить. А может быть, что-то из этого уже присутствует в вашем макияже. В общем-то, напишите, мне очень интересно будет об этом узнать. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать вот здесь, вот нажав на эту круглую иконку. И также я вам оставлю несколько своих видео, которые вы также можете сейчас посмотреть, если они вам интересны, если вы их еще не смотрели. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.